Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про проект StepUp, именно про приложения, какие там есть функции, внутренности и так далее. Поэтому смотри видео до конца, сегодня будет интересно. Погнали! Итак, прежде чем мы перейдем именно к самому приложению, хочу сказать, что сегодня крайний день, 31 число, когда можно было получить баллы FED. У меня накопилось за полгода примерно 28 тысяч. Именно эти баллы, это не токены, именно эти баллы можно будет обменять на лутбоксы в приложении, когда 1 декабря выйдет общедоступная версия. И, соответственно, с лутбоксов получать килокалории, гемы и так далее. Давайте сейчас перейдем в приложение и полностью посмотрим, что оно из себя представляет. Соответственно, ребят, мы перешли в приложение и сразу напрашивается вопрос, какого хрена просто вот посмотрите на этот визуал. Им давалось ровно полгода, чтобы сделать вот это. Я ни в коем случае там не супер хейтер, но просто за полгода вот такой вот визуал сделать, это просто позор, честно. Вот это лично мое мнение, потому что столько времени было. Ну, давайте, ладно, посмотрим. У нас есть внизу 4 вкладочки. Первая это именно старт, когда у нас есть уже кроссовок, мы можем здесь отремонтировать его за килокалории. Если, кстати, у вас не 100% отремонтированный кроссовок, у вас на 25% меньше награда. Помимо этого, здесь будет минт и так далее. Вторая нижняя вкладочка, это именно кроссовки. Тут у нас полностью наш инвентарь. Кроссовки, камни, какие у нас лутбоксы есть и коробки. Еще раз напомню, что можно будет лутбоксы купить за баллы FED, которые вы видите сейчас также на экране. Третья вкладочка у нас магазин. И тут, кстати, мы можем купить также по фильтру распределить, какие лутбоксы, кроссовки и, соответственно, гемы, камни, которые можно будет вставить по определенному уровню кроссовок. Давайте с самого начала мы с вами видим коробки. По стоимости они примерно 18500, 16, 16, 20. Вот есть необычные за 200 тысяч локеры. Но также есть и по 7000, я не помню, раз в день они появляются и за секунд 15-20 они полностью исчезают. Поэтому нужно сидеть и мониторить. Вот, а если мы выберем какой-то лутбокс, тут написано сменчено из чего. И, соответственно, смотрим, какие кроссовки стоит ли нам покупать. Но 200 тысяч FITFY это просто невероятные какие-то цены. Я надеюсь, они к первому декабрю, к общему релизу. Вот посмотрите, она просто даже вниз не опускается. Можем купить сразу уже полностью кроссовок, сникер. Также от названия зависит километраж, в диапазоне которого мы можем ходить. То есть хайкер от 4 до 10, коуч от 1 до 20, волкер от 1 до 6. И тут есть кроссовки первого уровня и есть кроссовки сразу 30, например. Снизу видим характеристики, но если посмотрим на первого, что мы тут увидим. Видим ID 231449, дальше название, ниже диапазон километража, в котором мы должны ходить. И вот здесь вот мы видим гемы. То есть сюда мы вставляем камни по достижению определенного уровня. Также видим кнопку BASE, мы ее дальше рассмотрим на следующем кроссовке. RUN кроссовка и параметры активность, удача, сопротивление и баланс. Также в принципе уровень. Еще раз повторюсь, ремонтировать кроссовки мы будем за токены килокалорий. Именно какая цена килокалорий вы можете посмотреть на step.dex. Там в сваполке можно посмотреть курс к доллару. Давайте это первый уровень был. Вот, собственно, посмотрим 30-й. Если нажимаем кнопку BASE, это самые начальные характеристики. Вот, в принципе, уже характеристики 30-го уровня. И мы с вами видим, что 37000 FIT FI стоит. Сейчас некоторые ребята с моего телеграм-канала уже имеют кроссовки. И говорят, что окупаемость очень-очень слабая. Ну, в связи с такой ценой, я имею в виду. Идем далее. Тут различные кроссовки можно посмотреть. Вот есть за 100 тысяч даже. Посмотрим. Это коуч-кроссовки уже с двумя гемами, которые дают определенные характеристики. И видим, что активность, баланс, сопротивление все повышенная. В соответствии с гемами и так далее. Это у нас были кроссовки. И мы можем купить камни. Камни также, если я не ошибаюсь, могут выпадать именно с лутбоксов. Именно поэтому я сейчас не покупаю ни кроссовки, ничего. Я хочу дождаться именно 1 декабря, чтобы посмотреть, как лучше мне поступить с моими фэтбалами. Как поступить с кроссовками. И мне кажется, цена немножко урегулируется. Сейчас просто бета-версия. Все пытаются зайти и посмотреть. Итак, у нас... Блин, ну этот шерифт, честно. Вот как будто взяли PDF-файл в Google Переводчик и перевели. Это просто мне больно смотреть на это. Я не знаю, как вам. Если мы нажмем на определенный камень, тут написано, что он дает. Вот сопротивление, плюс 120. Если мы нажмем, например, на Sapphire, баланс плюс 60. Стоит их покупать, либо нет. Скорее всего, они с лутбоксов будут падать. Но опять же, к 1 декабря мы с вами посмотрим. И четвертая вкладочка. Это у нас наш личный профиль. Где у нас наши личные данные. Сверху никнейм. Коды активации. Один код можно максимум получить, чтобы отдать кому-то знакомому. Также язык. Можно включить, либо выключить звук. Полка. Это где все кроссовки у вас будут. И можно выйти из аккаунта. Что хочу сказать, друзья. На самом деле, приложение просто сделано на коленке. Максимально неудобное по шрифту и по использованию. Так как постоянно вылетает. Некоторые ребята не могут даже код внести. Сейчас расскажу, как можно получить код. Кто еще, возможно, не знает. Коды мы получаем двумя способами. Первый из них это телеграм-канал, официальный чат, степап. Здесь мы получаем коды в 55 минут каждый час. У нас 10 кодов. Я рекомендую от 3 до 7, 8 примерно использовать. Примерно посередине. Потому что все пытаются сверху и снизу. Что вам нужно сделать? Это просто скачать приложение. Ввести свой имейл. После этого у вас будет вкладка, куда вводим код. Мы вводим этот код. Сразу введите 11 либо 10, чтобы последние 6 цифр было удобно вводить. И вы ввели его быстрее всех. Если у вас не получилось, будет долгая загрузка. Вам придется удалить приложение. Опять заново скачать. Потому что не получится еще раз ввести. Это первый вариант. В 55 минут именно в телеграме. Второй вариант будет на скрине. Это получить в дискорд. Если здесь 55 минут у вас не получилось. Ровно в 0,0 переходим туда и также пробуем. У меня получилось примерно с третьего раза. Наверное с четвертого. Каждый час я пробовал. И соответственно зашел. После того, как вы уже зашли. Можете посмотреть весь функционал. И если вкратце подытожить. Я лично сейчас общие выводы никакие не делаю. Сейчас что мы делаем? Получаем коды. Заходим. Потом переведем свои баллы FED именно в приложение. Будем менять на лотбоксы. Не путать их с коробками. И там уже посмотрим к первому декабрю. К общему релизу. Как все будет возможно. Полностью визуал приложения изменится. И все будет реально круто. Это был обзор на проект StepUp. Обязательно подписывайтесь на телеграм канал. На ютуб. Там очень много полезной информации. Ссылочки в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok